Дагестан 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 Свой профессиональный праздник накануне отметили дагестанские спасатели. В Главном управлении МЧС Республики по этому случаю прошло торжественное мероприятие. Сотрудников и ветеранов службы отметили ведомственными медалями, орденами, почетными грамотами, очередными воинскими званиями и наградами. Медали МЧС России и подарки также вручили героям-дагестанцам, которые, рискуя собой, сохранили жизни других людей. Воспитанники детских школ искусств прочитали для виновников торжества праздничные стихотворения. С днем спасателя своих коллег поздравил и начальник ведомства Нариман Казим Магомедов. Дорогие ветераны и сотрудники спасательных служб, выражаю вам искреннюю благодарность и признательность за проявление ствердого духа, самотвержденный труд и верность в спасательный дел. Делаю вам и вашим семьям кавказское долголетие и мере добра. В этот дражеский час, уважаемые коллеги, мы не забываем наших коллег, которых есть сейчас нами. Не забываем мужественных бойцов, оставивших интересы нашего отечества, нашего зона специальной агентации. И к другим темам. Итоги года подвели в женском направлении отдела просвещения Муфтиата Дагестана. Специально для этого в Махачкалу съехались руководительницы отделов из разных городов и районов республики. Подробнее в сюжете Айша Тухаевой. Мероприятие открылось со слов руководителя отдела просвещения при Муфтиате республики Шамиля Османова. Он выступил со словами на путстве для своих подчиненных. Пророк Айша Тухаева сказал, говоря именно о том, где распространяется ислам, это райские сады. Это не мои сады. Так что любой из вас, имеющий компетентность, это человек, который в любом месте может создавать сад из садов рая. Что еще надо этому человеку? А не стоит ли для этого жить? Наша работа не заканчивается и в 12 часов ночи, сказал руководитель отдела. Многолетний опыт работы в деле просвещения дает ему возможность делиться ценными навыками. К исключительной ответственности за каждого члена общества призвал руководителя отдела просвещения всех присутствующих. Я говорю, нет, он сам выбрал этот путь. Я не виноват. Нет, именно ты виноват. Работа в соцсетях, работа с детьми, с вдовами, консультации женщин по вопросам хаджа, горячая линия – это лишь часть ответственностей сотрудниц отдела. Старания от нас – результат от Всевышнего. Правила, о котором они не забывают в период самого напряженного графика. Аль-Хамдул-Лля, эта работа, она общая, эту работу делает не один человек, это коллективная работа. Сегодня здесь собрались, именно здесь сейчас находятся руководители старших округов, руководители отдела просвещения городов и сотрудницы пригородных поселков. Сотрудницы женского направления отдела просвещения подходят к выполнению каждой задачи со всей душой. Они делились своими проблемами, которые возникают у них на местах, и все это приняло ко вниманию их руководство для того, чтобы приступить к скорейшему их решению. После отчетной части сотрудницы отдела просвещения были приглашены на праздничный обед. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Марьям Гамзаева, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Более 700 студентов приняли участие в турнире, организованном среди исламских образовательных учреждений Дагестана. Соревнования состоялись по двум видам спорта – вольная борьба и грэплинг. Мероприятие впервые проходило во дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске. Призовой фонд составил почти 1 миллион рублей. Подробнее в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Соревнования такого масштаба среди студентов исламских учебных заведений проходят впервые. Это более 700 участников из 30 образовательных организаций из разных городов и районов республики. Турнир проходил по двум видам спорта – вольная борьба и грэплинг. Духовную пищу, религиозную пищу, я уверен, что они получают в своих исламских учреждениях. Наша забота, наша задача – их укрепить физически. Я думаю, мы с этим справляемся. Доказательство этому сегодняшний итоговый чемпионат Дагестана, который собрал на двух коврах более 200 участников только по одной дисциплине. У нас чемпионат проходит два дня. Первый день мы разделили между вольной борьбой и грэплингом. Есть участники, которые борются как по вольной борьбе, так и по грэплингу. Поэтому это показатель того, что у ребят есть желание заниматься видом спорта. Это, наверное, самая важная духовная составляющая часть. Потому что именно религия человека сдерживает. Это очень важно. Поэтому эти ребята, я думаю, если они будут и учиться, и спортом заниматься, в дальнейшем они будут пользу приносить и в плане спорта, и студенты для студентов, как пример для подражания. Мы тоже, администрация города, к слову скажу тогда, тоже проводим среди студентов такие спортивные мероприятия. В дальнейшем, я думаю, надо будет и со студентами ДИО организовать такой студенческий, да, совместно обязательно. Я, честно говоря, удивлен, приятно удивлен, что такое количество людей у нас с ДИО выступает, борются ребята. Приятно очень. 18 весовых категорий по вольной борьбе и 16 по грэплингу. Две возрастные группы до 17 лет и от 17 и старше. Поддержать студентов пришли именитые спортсмены и депутаты. Очень рад, что вы вот так, в дружеской обстановке, вот так собрались, боретесь, тренируетесь и учитесь. Вот это самая главная задача ваша сегодня. Стать сильным для того, чтобы защитить свою родину, свою честь, честь наших предков, наших детей, наших матерей. Поэтому всем я хочу пожелать успехов, здоровья, а мы постараемся для вас сделать все для того, чтобы вы стали настоящими чемпионами. Очень рад сегодня находиться здесь, видя столько, такое количество наших мутаалимов. Я понимаю, что будущее спорта, будущее направление духовного управления у нас в надежных руках. Я вам желаю барраката и чтобы мы тоже получили от вас барракат успехов в спорте и вашей учебе. Соревнования проходили в течение двух дней. Цель организатора в первую очередь привить студентам здоровый образ жизни и помочь в развитии спортивных навыков. Я уже год 34, наверное, в борьбе тренируюсь. Там кто-то выступает на соревнованиях. Здесь вообще другой уровень, честно сказать. Соперники хорошие были. Продолжали тренироваться, не оставляли тренировки. Поражение только делается сильнее. Соперники тоже достойные, соперники. Как-то в общем тренировался 8 лет. Вообще не нужно отчаиваться, это спорт. Что бы делать? Один выигрывает, один проигрывает. Скажу одно, просто тренироваться, просто тренироваться. Соблюдать дисциплину и тренироваться. По итогам соревнований победителям призерам вручили кубки, медали, грамоты, подарки и денежные вознаграждения. Общий призовый фонд составил почти 1 миллион рублей. Инициатором спортивного праздника выступил муфтият Дагестана. На этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok